Порядок сосновые семейства. Сосновые самые обширные из голосеменных, а по биомассе превосходят цветковые растения, потому что сосна по биомассе очень много везде растет. То есть до сих пор на самом деле хвойные только частично уступили свое господство покрытосеменным. В мезозои вообще одни хвойные были везде. Начиная уже после вымирания динозавров, покрытосеменные поднимаются, но до сих пор еще проблему с хвойными они не решили, и хвойных биомасса огромная все еще. Но надо сказать, что все они северные полушария сосновые. Они заходят высоко в горы, за полярный круг, и есть сосна Меркуза, которая пересекает экватор, немножко заходит в южные полушарии, но как правило именно сосновые это северные хвойные, то есть нашего полушария. Крупнейшие представители пихта, лиственницы, ель, сосна, все хорошо нам знакомы. Вечно зеленые деревья, хотя некоторые могут быть листопадные. Как правило, вечно зеленые, но сосна обыкновенная, мы понимаем, что у нее не падают иголки, но есть там листопадные, кое-какие буду о них говорить. Листья игловидные, известные нам иголки, но могут быть разных размеров. У некоторых сосен может быть иголка 45 см, почти полметра. Держатся они на дереве от 2 до 7 лет, у лиственницы они опадают, у лиственницы она у нас опадает на зиму. У большинства таких известных нам сосновых, допустим, цуга ель пихта, побеги одинаковые, листья на них спирально сидят. В то же время у сосны, лиственницы, кедра имеются короткие боковые побеги, на которых листья могут размещаться по одному или пучками. Длинные побеги покрыты чешуевидными листьями, иногда и зелеными листьями, а короткие они имеют ограниченный рост и нередко там и опадают они, между прочим. То есть у сосны кое-что все-таки опадает, там маленькие побеги, но опадают листья. Микростробилы у сосновых одиночные, иногда собраны в группы, сидят на общем стержне по спирали тоже. Микростробилы это значит мужские шишки маленькие. Пыльца у них с двумя летательными воздушными мешками, когда общий обзор хвойных делал, там показывал много раз пыльцу сосны. В основном общий обзор хвойных по сосне и делался, потому что самые типичные хвойные. Ну так вот, на этих двух своих этих мешках они летают довольно высоко. Допустим, самолетом на высоте 3 километра над тайгой все еще пыльцу сосновых находили. Кроме того, пыльца сосновых в большом количестве обнаружатся над океаном. То есть ветром она переносится на огромное расстояние, за счет этого сосна вполне тыско-нибудь господствует. Везде, где она только может расти, пыльцу забросит, там все равно оплодотворение произойдет и будет расти. Они очень маленькие, легче воды, поэтому именно они по ветру и носятся. Они надуваются, они такие, как будто ушки у них надутые воздухом, а сама она очень маленькая. Мегастробилы, женские шишки, большие, все мы их знаем. Обычно спирально там кроющая чешуя располагается. Ну и вот из жизни растений советской вот разные шишки всевозможных сосен. Тут даже пихта и прочее нет, это только сосны, из чего видно, что шишки сильно отличаются даже по видам. То есть мы просто привыкли, что у нас время одно и то же сосна растет. А если даже другие виды рода сосна посмотреть, то у них шишки будут совсем другие. Ну тем более уж различаются шишки у пихты, там у лиственницы и прочего всего. Но обычно все равно поведение у них одинаковое. Перед опылением у них чешуйки раздвигаются, чтобы пыльца проникала. И промежуток между опылением и плодотворением довольно большой. У большинства сосен 13 месяцев. У цуги может быть один сезон. То есть все равно там полгода, год, короче, пыльца попадет, она еще год там прорастать будет. Шишки разные по размерам. Самые большие шишки пихты киликийской 30 сантиметров. Потом еще есть американская сосна култера 40 сантиметров. Сосна ламберта 50 сантиметров. В то же время у лиственницы лаела маленькие шишки порядка 3 сантиметров. То есть у них варьироваться может в зависимости от вида. Шишка от 3 сантиметров длиной до 50 сантиметров длиной. 50 сантиметров длиной. Это третья часть человека. Это с ногу шишка. Ну, как правило, они развивают мощную корневую систему. И, как правило, у них везде микориза. То есть их корни обиты гифами грибов. И в основном это базидиомицеты. То есть вот эти шляпочные грибы, которые в лесу, которые мы режем там. И они на самом деле, у них корни переплетены с корнями этой самой сосны. И вместе работают и сосне помогают. Поэтому, если совсем там грибы все уничтожить, то сосне будет плохо. Впрочем, об этом я подробно рассказываю в своем плелисте о грибах. И там можно вообще там все послушать. Какие грибы с какими растут этими соснами. Какие там под елю растут. Они еще там, грибы специализируются по отдельным растениям. Сосновые, как правило, это крупные деревья. Максимально псевдоцогомензиса 99 метров. То есть до 100 метров. Но обычно все-таки они где-то метров 40-50. То есть самые большие у них могут быть 100 метровые. Растут они как раз быстро. Вот я рассказывал, что медленно растет арокария, медленно растет агатис. А сосна растет очень быстро и поэтому их господствует. Может расти в самых трудных условиях. В горах, в тундре может в принципе. Просто они там маленькие. На болотах тоже просто карликовые. Они там по земле стерются, если совсем уж нельзя стоять. Ну, как правило, у них даже вот на подзолистой почве нашей всей тайги условия нормальные и сосна там стоит. Как все мы знаем, больше половины России, наверное, это тайга, сосновый лес. Тем не менее, имеется такая сосна долговечная, которая растет довольно долго. То есть они хотя растут быстро, живут они тоже долго. В частности, сосна долговечная была показана, что она прожила 4844 года. И в принципе ее спилили, то есть могла бы и дальше жить. 5000 лет сосна стояла. Возраст у них легко определяется по годичным слоям. Кодичные слоя состоят у них из трахеид. То есть сосудов внутри этого самого дерева. На стенках трахеид у них часто спиральные всякие утолщения. Могут наблюдаться, о чем я уже рассказывал. Характерный признак древесины сосновых, кроме пихты и лжелиственницы, это лучевые трахеиды. Сердцевинные лучи. Часто у них смоляные ходы. Не обязательно. Могут быть вертикальные они. В некоторых нет нормальных смоляных ходов. У пихты нет, у кедра. Но в случае, допустим, если их порезали, абсолютно все сосновые образуют смоляной ход. То есть смола у них что-то типа защитной реакции. Типа как у нас там синяк или покраснение. Вот при воспалении она выделяет смолу, чтобы себя защитить. Заполнить смолой эту дырку, чтобы там никакие жуки, бактерии, грибы не полезли. А потом уже разбираться с повреждением. Древесины разные издревле используются людьми. В Евразии повсеместно растут сосновые. В Евразии повсеместно строили жилища, хозяйственные постройки. Из всего этого известен кедр ливанский, который в Библии засветился. Из которого строили всевозможные дворцы древние иудеи. В Кижах есть у нас музей в России. Там из сосны, из ели деревянные здания. Уже много веков стоят. Она же смолой пропитана. Она тоже... даже мертвая сосна, она очень долговечная. Ну, безусловно, у нас есть развитая целлюлозно-бумажная промышленность в России, которая изводит тайгу. И сейчас еще у нас и китайские целлюлозобумажные комбинаты стоят. Вот они рубят эту сосну и делают из нее бумагу и прочее всякое волокно. Ну, посадки делают их. То есть сейчас в основном, кстати, поскольку у них сырье все уже как бы наработанное, уже мы хорошо знаем, как сосну использовать в хозяйстве, да? И поскольку она растет хорошо на разных пространствах, также имеются искусственные посадки постоянно. Во Франции высаживают в основном хвойные. Вот при искусственных посадках предпочитают сосновые. Даже Камерун там, какая-нибудь Шри-Ланка, в тропиках, в сутропиках предпочитают сосну садить. Она везде растет, быстро вырастает. Смолой хорошо защищается от всех врагов, поэтому разводить тоже любят сосну. Сместо сосновой у нас три группы имеют. Пихтовые, лиственничные и сосновые. Ну, вот в этом клипе... Я примерно поделил информацию на два клипа, чтобы на час не длилась эта вся история. В этом клипе я буду пихтовые рассматривать, и то без ели и катаи. Вот, значит, к пихтовым относятся пихта, кетелиерия, псевдоцуга, цуга, ели, катаи. Вот я, короче, датсуги рассказывал, ели катаи в следующем клипе. Потом, лиственничные, это лиственница, лжелиственница и кедр. И, наконец, сосновые, это сосна. Сосна, она вообще отдельно, во всех отношениях. Ну, и также к сосновым относится род Дюкампопинус, довольно редкий. Сосновые с юрского периода известны, с мезозои, но некоторые сосновые достаточно недавно возникли, о них я тоже буду говорить, возникли уже где-то 30 миллионов лет назад, уже в кайнозои. Они общественные лесные растения, так и возникли, что сосна и появилась в лесу, поэтому они приспособлены к жизни вместе в сосновых лесах. Ну, в частности, они сами себя очищают от сучьев, нижние ветви деревьев отмирают, и ствол такая вот колонна, уходящая в небеса, которую мы все хорошо так знаем. Дыхание ветвей у них идет интенсивно, поэтому в нижних частях ствола у них нарушение баланса, вещества расходуются быстрее, чем накапливаются, что приводит к отмиранию нижних веток. Ну, опять же, самое из всех сосновых, самое приспособленное к разным экологическим ситуациям, это сосна обыкновенная, она всегда лидирует. Ель, наоборот, в каких-то достаточно однообразных условиях растет. Лиственница, сравнительно устойчивая к изменениям среды, может мириться тоже с крайними условиями существования. То есть, леса у них, разные виды могут быть приспособлены к разным условиям, но есть универсальные у них, допустим, сосна и лиственница почти везде растут, поэтому они в Сибири, где достаточно тяжело, и образуют основу тайги. Ну, значит, тайгой, особенно в России практически основная часть покрыта именно тайгой. Широколистенные леса в России есть, но вот в европейской части, южнее Москвы, и то, в общем, не очень много, потому что там немножко идет широколистные леса, а потом сразу степь. В Сибири эта зона широколистных лесов еще более узкая, а основная часть России, и в особенности в Сибири, это тайга, все знают. Тайга, то есть сосновый лес. Но при этом состав в основном лиственница, то есть больше лиственница на первом месте, на втором месте сосна, на третьем ель и на четвертом пехта, это состав тайги. У нас лиственница в основном восточной Сибири. Ну, делят их еще на светолюбивые и тени выносливые по экологическим условиям. Светолюбивые – это сосна обыкновенная и лиственница, это светло-хвойные леса, и тени выносливые – это ель, пехта, это темно-хвойная тайга. Запас древесины огромный, несмотря на ужасную эксплуатацию, которая еще при царизме началась и до сих пор продолжается, и сейчас китайцы прямо очень интенсивно, все равно запасы серьезные. Прямо сейчас горят все время эти леса таежные, постоянные пожары, разворовывают, говорят, говорят, что пожарами покрывают то, что браконьерские вырубки, тем не менее еще тайга стоит, правда, непонятно, сколько стоять будет. И если уничтожат тайгу сибирскую, это серьезная проблема для всего человечества, и, похоже, они уничтожат, потому что к этому сейчас идет, ситуация экологическая в тайге очень тяжела сейчас. Ну, про пожары прямо все сибиряки знают. Ну, там помимо этой органики, которая в стволах, очень много опадхвои, там отмирающие сучья и так далее. Кроме полного уничтожения тайги, вырубки приводят к тому, что хвойный лес постепенно сменяется лиственным, так как лиственный быстрее растет. То есть тайга еще вытесняется березой, осиной. Если ее, допустим, вырубить, все-таки береза и осина быстрее захватывают территорию. Сосна, конечно, быстро растет, но береза и осина быстрее. Поэтому, если систематически рубить, южная часть тайги ее вытеснит березняк. Но березняк, он менее, конечно, качественный. Ну, и во всех отношениях хуже, да, береза. Все мы знаем, что под хвойными деревьями дышится хорошо, это легкие планеты, и береза, ну, какие-то функции будет это выполнять, но хуже гораздо. Теперь конкретные разновидности пихта. Абес. Ну, их пихту часто записывали в сосну. То есть окончательно пихту выделили где-то вот уже после линии в XIX веке. Пихта крупные деревья до 100 метров, диаметром 2 метра. Прямой ствол. Как раз пихта отличается, что нижние ветви у нее плохо отмирают, поэтому пихта обычно треугольником. То есть у нее кроны начинаются от земли. И вот маленькие вот эти елочки, которые мы видим, у которых прямо снизу идут ветки, часто это будет пихта, потому что сосна нижние ветки сбрасывает. Но, как правило, у нее тонкая гладкая кора, с редкими трещинами, почки округлые, яйцевидные, листья такие мягкие, плоские, ну, обычно игольчатые, чешуйчатые, все-таки тоже иголки, хотя плоские листья могут быть у нее. На самом деле, наличие плоских листьев – это признак отличия у пихты от других хвойных. Шишки в верхней части кроны, микростробилы у нее в пазухах листьев, женская шишка у нее вертикальная, все мы знаем эту шишку у пихты, обычно вблизи концов побегов прошлого года, созревают в первый год или поздней осенью, зимой распадаются, освобождая семена, у которых есть крылья. И семена у пихты очень много, ежегодно выбрасывают большое количество семян. Пихта распространена, как и другие сосновые, в умеренной зоне северного полушария, некоторые в Мексике или в Гватемале тоже могут быть, в горах, то есть в тропической зоне Мексики. Ну, на север пихта сравнительно недалеко двигается, сравнительно теплолюбивая, хотя в умеренной зоне, но ближе к югу умеренной зоне. Если почва хорошая, температура не очень холодная, высокая влажность, пихта очень быстро может расти и создавать огромные запасы органического вещества. Пихта достаточно декоративная, красивая, темно-зеленая, сизая, коническая крона, поэтому часто разводят в парках ее, она красиво выглядит, в аллеях, ну, все эти парки с пихтами, все представляем себе, как это все у нас, у нас очень это все в России популярно, потому что у нас хвойные основные, в общем-то, деревья. Пихту можно подрезать, поэтому из них делают и всякие красивые живые изгороди. Тем не менее, пихта чувствительна к загрязнению воздуха, все-таки она привыкла в чистом хвойном лесу жить, поэтому при загрязнении в городах она очень плохо выживает, сосна и ель получше, ель в городах более-менее в загрязненных живет. В коре пихты смола. Смолу можно использовать в медицине, в микроскопической технике, но такая наиболее серьезная смола, которая промышленное значение имеет, это пихта бальзамическая и пихта сибирская. В то же время нормальных смоляных ходов у них нет, смоляные ходы возникают только при ранении дерева. Горизонтальные трахеиды, которые у сосен, ели и лиственниц распространены, у пихты редко, либо вообще отсутствуют. К пихте относятся подрод псевдоттории, это пихта красивая, или пихта Санта-Лусия, это Калифорния, поэтому подробно про нее не будет. Довольно много всякой пихты на свете живет, допустим, псевдоцога Мензиса, вот эта огромная пихта, и нифига не псевдоцога. А нет, псевдоцога Мензиса потом расскажу. Не-не-не, что-то я погнал, короче, вместе с пихтой там живет псевдоцога Мензиса, вот что тут написано. Ну ладно, все равно много всякой пихты на свете. Пихта киликийская, нумидийская, испанская, кефалинийская, пихта Аполлона, ну, в общем, буду рассказывать наши. Пихта Нордмана, кавказская, вот она на картинке, это юго-восточная часть Черноморского побережья, это Краснодарский край, западная Грузия, и даже и Турция, это она вокруг Черного моря. Пихта Нордмана может расти, как большое дерево, до 80 метров, но в среднем она растет где-то до 50. Большая крона, длинные и нижние ветви почти касаются земли, хорошо очищается от сучьев, и вот может она расти колоннами, то есть масса темно-серых колонн, это вот пихта Нордмана, кавказский лес. Под тенью этих кавказских пихтарников растут уже папоротники, вот типичный биоциноз образует, то есть сверху идет пихта, а снизу влажный папоротник, вот кавказская, вся эта фигня. Как и многие кавказцы, она долгожители, пихта Нордмана до 700 лет может жить, и даже вот старая, где-то 600 лет, она все равно очень быстро растет. Как правило, даже она погибает не сама по себе, а просто ее грибы и насекомые рано или поздно доедают. То есть вот она 600 лет стоит, значит ее 600 лет ее жук точит, в конце концов он ее стачивает. Но в пихтарниках кавказа, поскольку они долголетие, долго живут и быстро растут, большие запасы древесины тоже, она теневыносливая, поэтому когда она маленькая, она может в тени долго очень расти, а потом уже наконец вырастет и на свет вырвется наверх. Прямо ствольная будет. Холодостойкая и в холодных горах тоже достаточно высоко может расти. В то же время она требует высокой влажности воздуха и вот поэтому она только на Кавказе. То есть севернее она в принципе могла бы по температуре расти, но там ей слишком сухо. Пихту Нормана разводят также в парках Западной Европы, Северной Америки. Пихта сибирская, совершенно типичная, но такие вот елки под ними я вырос, пихта сибирская показываю. Западная и Восточная Сибирь доминируют в Западной Сибири, я в Западной Сибири вырос, пихту сибирскую, вообще прям типичный пейзаж моего детства, это пихта сибирская, перемешанная с березами. Это как бы вот подлесок Тайги, вот деревня стоит на берегу Томи, она все-таки не совсем тайга, тайга там будет за трассой, за дорогой. Вот в самой деревне как бы и немножко даже из-за трассы. Идет вот такая вот смесь немножко березы, немножко пихта, немножко сосна и под этим под всем пабородники. А вот если чуть-чуть пройти за этот вот как бы входную часть-то в Тайгу, а вот там уже будет сосновая тайга с шишками, которые бить можно. Ну вот, то есть распространена она на протяжении 1750 километров, и как правило пихта сибирская господствует в смешанных лесах, это я пересказываю то, что я только что рассказал на основании личных воспоминаний. Тем не менее, она небольшая, это сама по себе все равно, запасы древесины в смешанных лесах у нее небольшие, и в основном из нее делают пихтовое масло, тоже, кстати, весьма популярное в Сибири. Из хвои, из молодых ее веток делают пихтовое масло. Допустим, с ним парятся с этим пихтовым маслом. Ну, как лекарственные его считают. На Дальнем Востоке есть разновидности и родственные виды по отношению к этой пихте сибирской. Допустим, там такие виды, как пихта белокорая, пихта изящная, пихта корейская, сахалинская и так далее. Ну, в общем, не буду я китайскую пихту перечислять. Останолюсь на том, что пихта там другая в Китае, не сибирская. В Западной Европе в основном пихта белая. У нее беловатая нижняя поверхность иголок. Ну, и, кстати, вот в Западной Украине там будет пихта белая. Пихта бальзамическая, это Северная Америка, и там у нее источник смолы она. То есть, канадский бальзам это называется. Это смола пихты бальзамической, там, говорят, хорошая такая. Смола. Пихта древняя, пихта известна с юрского периода, то есть с мезозой еще. Но находки сравнительно мало этой пихты, то есть все-таки в мезозой другие виды хвойных господствия, о которых я ранее рассказывал. А пихта уже только начиналась, а вот в наш период уже, в кайнозой, пихта и другие сосновые, они доминируют. Кетелиерия, Кетелиерия Китая из Каяна, ее длительно путали европейские исследователи с пихтой. Вот открыл ее Форчин, Кетелиерия Форчина, но Форчин считал, что это пихта. Ну и вот в 1866 год, французский ботаник Карьер доказал, что все-таки это не пихта, а отдельный род. Вот в кетелиерия. Основные отличия от всех других родов сосновых это шишки в кетелиерии, они полностью распадаются, полностью опадают и на отдельные чешуи не распадаются. Вот этим они от пихты отличаются. Кроме того, у них собранные в группы микростробилы, жесткие, одиночные листья с отчетливо видной средней жилкой. То есть там скорее, конечно, не иголка, а вот такой именно листочек, просто узкий, с отчетливой жилкой. В древесине есть только вертикальные смоляные ходы при отсутствии горизонтальных. Это тоже характерно только для кетелиерии. В кетелиерии высота 40 метров, максимальная, но обычная 20-25. Крома конусовидная, кора серая, толстая, с трещинами, шишки удлиненно-цилиндрические, семена и чешуя с отогнутым краем. Техническое применение плохое, она редкая в Китае. То есть могут ее использовать как топливо, конечно, сосна, она и есть сосна, для строительства могут кетелиерию, но редко, просто ее там мало растет, даже в Китае и во Вьетнаме, где она, собственно, и находится. В декоративных целях разводят, но редко, она к тому же и не очень-то красивая. Красивая, например, пехта корейская, ее часто разводят. Поэтому, как бы, есть такое, но так малоизвестное редко существует. Даже и в Китае она редкая, тем более уже в наших парках. Недавно возникла, где-то 30 миллионов лет назад, в Орегацене. Псевдоцуга, большие деревья, вот сюда псевдоцуга мензиса, самая большая хвойная, ну, сосновая, самая большая сосновая. 7-18 видов псевдоцуг. Ну, и будем рассматривать, конечно, псевдоцугу мензиса. Это популярное в США дерево. Но, надо сказать, что там и другие есть. Псевдоцуга крупношишечная, сизая, серая и так далее. Описано 1838 год. Опять же, ее сначала считали все время пехтой, потом долго спорили, это пехта или не пехта, и выбрали японское название цуга, когда уже решили, что это не пехта. Ну, и это где-то только, где-то конец 19 века, окончательно уже выделили, что все эти псевдоцуги и цуги разделили на два рода, показали, что это отдельные сосновые, и полностью их описали. Значит, псевдоцуги, зимне-зеленые деревья, высотой до 100 метров, но средняя высота 25-50 метров у них. Крона коническая, ветви направлены горизонтально, листья линейные, плоские, напоминают листья пихт. Микростробилы одиночные, цилиндрические, шишки короткие, или бывают длинные, до 18 сантиметров, располагаются на верхушках побегов, в конце года созревают и раскрываются, освобождая семена. Растения рано способны к размножению, уже к 10 годам. Я тут рассказывал, некоторые хвойные, там, 200 лет не способны к размножению, вот эти уже к 10 годам способны. Семенные годы чередуются, где-то у них год семенной идет, потом 2-3 года она отдыхает, потом опять семена выдает. Семена с большими крыльями, и крылья более крупные, чем семена сами. Пальцевые зерна напоминают пальцевые зерна лиственницы. Характерный признак строения древесины у псевдоцоги это сморяные ходы, вертикальные, горизонтальные, также спиральные утолщения в трахеидах, это все характерные признаки псевдоцоги. Псевдоцога Мензиса, огромные леса на побережье Тихого океана, поскольку это США, где интенсивно шло развитие промышленное, их очень много вырубали, эту псевдоцогу. Но, говорят, спасло просто то, что не было современных средств по типу бензопилы. А когда уже пошли бензопилы, начали охранять. То есть, топором они вырубали их вообще неограниченно. С 20 века в США госрегулирование пошло, и в частности регулируют вырубки этой псевдоцоги. Она довольно красивая, но в Европе разводят редко, это все-таки американская. Но есть, значит, в Петербурге, в Крыму, на Кавказе, бывает разводят в парках, в садах псевдоцога. Псевдоцога есть в Восточной Азии, но мало. Я имею в виду Китай, Япония. Достаточно много в Японии цуги. Вот цуга, это отдельная псевдоцоги вообще. Назвали ее именно по Японии. Линей упорно считал, что это сосна. И вообще, долго, короче, считали, что сосна, сосна, сосна. Только где-то к середине 19 века выделили в отдельный род и назвали по японскому названию. Вроде цуга 14-18 видов. Это, естественно, деревья. Но разные. Допустим, в Китае есть цуга Юньнаньская. Она может быть 6-метровая, то есть низкая, низкорослая. Но она высокогорная, низкорослая. А может быть и высокая она, где-то есть 60 метров, если она, допустим, неугнетенная, где-то вот внизу растет. Ну, средняя высота у цуги 30 метров. Максимальная высота цуга западная 75 метров. Ствол правильный. Некоторые могут быть расширенный ствол в диаметре до метра. Крона пирамидальная, кора бурая. Микростробилы сидят в пазухах листьев. Свисающая женская шишка большая, овальная. Сначала ярко-зеленая, потом после созревания светло-коричневая. Созревается тот же год, когда образовалась шишка. И потом на дереве, после выпадения семян, пустая шишка довольно долго висит. Цуги декоративные, но плохо переносят морозы. Поэтому, если в парках, то опять же Крым, Черноморское побережье Кавказа, в умеренной зоне не растет. Холодно и там. В Западной Европе, даже в Париже, может посчитать, что холодно и замерзнуть. Поэтому цуга, она все-таки такая японская, субтропики, все такое. Экономическое значение имеет цуга канадская, каролинская, вырубают, используют целлюлозно-бумажные промышленности, строительстве, для упаковки, дубильные вещества. Нормальных смоляных ходов нет, образуют патологические смоляные ходы, то есть при повреждении растений образуют смоляные ходы. Цуги, псевдоцуги, живут в перемешку обычно с сосной, елю, пехтой. То есть отдельных лесов не образуют. Допустим, сосновый лес, может быть только одна сосна, все, ничего. Даже под сосной и папоротник иногда не растет. Все, стоит одна сосна на мхах. Типичная для Сибири история. А вот там они в перемешку, эти все сосновые растут. То есть цуги в перемешку с сосной, елью, пехтой и так далее, тюльпанами какими-нибудь. В Японии три вида цуг, хотя назвали по-японски. Цуга бларингема, цуга зибольда и разнорисная цуга. Но там в Японии их действительно много. Это типичное хвойное дерево Японии. Японцы их считают красивыми, как обычно японцы разводят там в всяких красивых японских садах. Есть цуга китайская, особенно гималайская, известно. На Тибете цуга гималайская. Хвойные леса. Ну, в смеси часто с лиственными деревьями. Хотя, вот я говорил, что цуга-то обычно она же теплолюбивая, а вот гималайская нет. Она может на три с половиной тысячи метров в морозах, горных, там этих снежных горах может эта цуга расти. Кроме того, она считается тоже красивая и часто разводят как декоративная. Цуга возникла порядка 50 миллионов лет назад и более-менее распространилась где-то 25 миллионов лет назад. То есть сравнительно для хвойных это сравнительно новый вид такой. Ну, все. Это значит сосновая первая часть, полчаса, чтобы слишком длинной не было. И будет вторая часть, там будут елки, сосенки и все, что мы знаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok